Та-да, на-да-та-да, та-та-та-та. Я не знаю, что это такое. Это я успела первые два такта. Я тоже не знаю. А что за произведение, не знаю. Дальше идут вообще... Говорят, что это к Элизе. Я, конечно, ужасно завидую людям, которые умеют что-то извлекать из вот этих вот странных предметов. Вот это, вот это, удар. Из этого начала извлекать только потому, что вот этот вот очень тяжелый, его с собой не понесешь никуда. То есть вы закончили школу, да? Да. Я закончила школу, это тоже была драматическая, на самом деле, драматичная история, потому что в шестом классе, когда я возненавидела вот все эти нотные станы и все, что с ними связано, и с гаммами, и всем прочим, я возненавидела уже люто. То есть к окончанию школы вы хотели распилить бензопилой? Я хотела, да. Рояль я хотела, я даже начала этот процесс. Рояль? Пианино я... Даже не было бензопил тогда в свободной продаже. У меня была бритва, и мне до сих пор за это стыдно, но что делать? Ну, это было. Наши замечательные пианино «Красный октябрь». Я взяла так вот бритвочку и чуть-чуть так вот срезала кромочку лаковую. Где, на крышке? Ну, не на крышке, а вот на... Когда крышку открываешь, вот перед клавишами такая вот кромочка, я чуть-чуть ее так соскоблила. Это был акт насилия? Это был акт... То есть акт возмездия? Это акт ненависти был. Это протест такой был детский. Когда моя мама... То есть, наверное, маленькая Галя думала, что так я по щепочке, по щепочке распушу. Ну, что я думала, я не помню, но я помню, что вот я ненавидела этот инструмент всеми фибрами души. И когда мама моя увидела этот акт вандализма, она сказала, ну, знаешь, уже если ты так делаешь, то бросай музыкальную школу. Какая умная мама. Вот. И я сначала так обрадовалась, думаю, а, наконец-то! А потом подумала, шесть лет я мучилась, и мне остался всего один год. Остался один год доучиться, чтобы получить вот эту синенькую корочку об окончании начального музыкального учебного заведения. И с этой корочкой я могу даже уже работать преподавателем музыки в детском саду. То есть у меня уже в руках будет профессия. Да. Как говорят, кусок хлеба досталась. Да, да, да. Вот эта вот глупая фраза. И вот я посидела, подумала и сказала, ну уж нет, шесть лет я мучилась. И еще год остался, я доучусь, чтобы получить эту корочку. Я доучилась. Мы же с вами коллеги, да? Да. Вы же работали на телевидении. Двадцать с лишним лет. Двадцать с лишним лет! Боже мой! Ну это все в прошлом. Так вы должны сейчас, не знаю, быть каким-то крупным начальником где-нибудь. Да. На каком-нибудь одном из главных каналов. Да, на самом деле. Вместо, может быть, там, я не знаю, кого-нибудь из них. Это было бы здорово, на самом деле. Ну. Я всегда говорила, вот если бы начальником кого-нибудь вместо кого-нибудь из них был бы какой-нибудь там Александр Городницкий, например. Да. Или тот же Юлий Ким. Насколько интереснее было бы наше телевидение? Ну это такое. В общем. Вот. Интереснее и ближе к народу, я бы сказала. И ближе к народу, да? Да, ближе к тому, что народ интересует. Потому что, знаете, ну вот это парадокс. Значит, смотришь там всякие центральные каналы, и там, говорят, рейтинг у этого, рейтинг у того. Приходишь в зал на концерт, или там где-то общаешься с людьми на каких-нибудь тех же фестивалях. Такие вроде тоже нормальные люди. И они говорят, слушайте, или приезжаешь куда-нибудь в Америку, там, где наши смотрят. Да. Они говорят, слушайте, а как вы вообще все это смотрите, то, что вам, у вас показывают? Мы пытаемся включать, но мы не понимаем, у вас что, дурдом там какой-то? Вроде нормальные люди все говорят. Ой, а сейчас мы... Те, которые, ну, вот такие каналы, как ваши, они не видят, они видят центральные каналы. Сейчас мы нечестно с вами поступаем. Почему? Сидим на телевидении, нас снимают камеры. Я еще раз повторяю. И ругаем телевидение. Я еще раз повторяю, я же говорю совершенно четко, центральные каналы, которые могут видеть там. Чем вы занимались? Расскажите. Я занималась не на центральном канале, я занималась в главном управлении, только не пугайтесь, внешних сношений мы назывались. Ммм, хорошее такое... Отличное, да. Физиологическое название. Гост или радио СССР, да, совершенно официальное название. Главное управление внешних сношений. Занималась, когда я туда пришла. А еще, наверное, внутренние бывают сношения. Видимо. Ну, если есть внешние, так внутренние должны быть. Да, но это было не наше управление, если занимался кто-то еще. Ваши коллеги. Да. Да, понятно. По всей видимости. Ну, мы были совершенно элитным подразделением, когда я пришла туда. Мы делали сюжеты для зарубежных агентств. Значит, мы переводили на английский, мы там тексты на русском сочиняли. Про нашу жизнь. Про нашу жизнь. Я попала в очень хорошее время туда, на телевидении. Я попала в эпоху перестройки. Да вы что? И благодаря этому, в общем-то, освоила телевидение не понаслышке, а в основном... Телемосты вот эти? Телемосты, да. Мы занимались телемостами. Так вы прям сила Донахью видели и поздно разживлили? Да прям, конечно, прям с ними и общалась. И одна из редакторов этой команды была, которая делала телемосты. Тогда еще младшим, таким маленьким. Подождите, а вот эта знаменитая фраза, что... В Советском Союзе секса нет. Вот смотрите, вы тоже помните единственную фразу. Почитайте книгу Павла Корчагина о телемостах. Великолепная совершенно книга обо всей этой кухне. Они же смотрели на вас, наверное, америкосы, как на вообще каменных людей. Там было очень смешно, на самом деле. Они нас... Когда я делала первый свой телемост в качестве продюсера с нашей стороны, с российской, приехала целая команда, огромная, ABC News, все по-взрослому. Сюда? Да, сюда. В Москву? Да, да, да. Мы из Кремля делали телемост. И команда приехала там, пять человек у них занимались каждой своим участком. А у нас всеми этими участками аналогично занималась я одна. И они были уверены, что я генерал КГБ. Ну, как минимум, полковник. Потому что вы... Потому что у меня, да, я делала все, то, что их продюсеры делали каждый свой участочек, и шаг влево, шаг вправо, расстрел. Такая молодая уже генерал КГБ. Да, 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 да. Да, мне их продюсер, тоже молодая девочка, но она там уже была на хорошем счету, она мне подарила там какую-то свою фотографию или визитную карточку, где было написано про полковнику КГБ от, что-то там, от подполковника, как у них это называлось там? ЦРУ. ЦРУ, вот, совершенно верно. С-и-а-й-эй. С-и-а-й, да. Ну вот, так что было очень забавно. С ее стороны это была шутка, когда она себя назвала подполковником. Это было в каждой шутке, есть доля шутки. Да, понятно. Вот это было с ее стороны, потому что они на самом деле были убеждены, что все, кто работает в этом главном управлении внешних сношений, они все связаны с КГБ. А для меня это было открытием на самом деле, потому что мне говорят, ну как, с тобой что, никто не проводил собеседование? Действительно, а что, с вами никто не проводил собеседование? Да как-то. Галь, ну я не знаю. Мне кажется, либо как-то жизнь прошла мимо вас, либо вы нас обманываете. Как, вы не бывали на Багамах? Ну, грубо говоря, не бывал. Ну как, ни разу с КГБшниками вам не удалось пообщаться. Да, я сама удивляюсь. Вот как-то меня это все так вот обходило. Я просто работала себе и работала. Вот сейчас вот и не о чем рассказать-то будет. О чем детям-то рассказывать? Конечно, спросит вам, мам, ну расскажи про этот, про ТИРО. А главное, самое смешное, что никто не верит. Когда говоришь вот эту правду, никто не верит. Думает, а, что-то она там все-таки скрывает. Ну, это личное дело каждого. То есть неплохо все-таки нам жилось в Советском Союзе? Мне, вот знаете, как я говорю так, мне жилось хорошо. Поностальгируем чуть-чуть так, медленно. Да, да, да. Мне говорят, а как же ваша цензура там, там, это не разрешали. Цензуры были очень, была масса забавных, на самом деле, ситуаций. И Ващенко с Василием, вот у них был случай совершенно конкретный, когда они ехали на Всесоюзный фестиваль авторской песни, лауреатом которого мы с ними тоже одновременно стали. И они издавали текст, где была песня «Не кружись над головой черный ворон, а кружись шар голубой над головой». «Все землей можно запеть без дирижера, если жить по уму и с головой». И у них там есть такая строчка «С верной подружкой и с кружкой в руке». «С парою слов на любом языке». А на что, значит, вот эта комиссия, которая летовала, сказала, «Ну, знаете, вот все нормально в этой песне, но вот с кружкой в руке...» То есть с верной подружкой нормально, а с кружкой уже... А с кружкой, как это вот, по-советски как-то тут алкоголизм, типа пропаганда, да? Так. Они сказали, да, они сказали, и что? Им сказали, ну, как-то вот помягче, да, замените. И они, значит, спели «С верной подружкой, с гитарой в руке». Ну, прекрасно. Ну, так сами посмеялись. На самом деле, на фестивале они спели свой нормальный текст, «И с кружкой в руке» все там было, все было хорошо. А можно было спеть «С верной подружкой», запятая, «С ватрушкой». «И с книжкой». «И с ватрушкой». Им предлагали вариант «И с книжкой в руке». «И с книжкой» отлично. Такой более тихий. То есть с верной подружкой, но вместо кружки книжка у него. То есть она... Да. И почитывает при этом Брежнева подбитую целину. Вот такие вот, да, вот такие вот забавные, забавные случаи, конечно, были. Про Митяева я хочу спросить. Вот вы для него продюсировали и даже режиссировали клипы, да? Да. Мне кажется, он такой довольно тяжелый человек-то. Он, по-моему, такой въедливый такой товарищ-то. Да, но въедливый не значит тяжелый на самом деле, потому что он въедливый по делу, как правило. И идеи... Вообще, вот я не представляю, как... Вот у него есть песня, да? Да. Причем, как бы, там не рок-музыка, а вот песня такая, ну, как бы... И вы приходите, вы что, вы даете ему сценарий свой, да? Вот Олег Григорьевич. Совсем все по-другому. Хочу снять такое и такое. Все совсем по-другому. Я работала тогда на телевидении. У меня была масса всяких возможностей. Камеру достать подешевле, еще там чего-то, смонтировать где-то там тоже, опять же. В общем, за недорого. То есть вы пели его песни? Снять клипчик. Я, нет, я тогда еще не пела его песни. Ну как, как здорово, что все мы здесь, я пела. На самом деле, знакомство наше с Олегом произошло довольно грустно. Такое близкое знакомство. Он до сих пор мне это вспоминает, потому что... Злопамятный он. Мало того, что въедливый, тяжелый, еще и злопамятный. Он не злопамятный, но память у него хорошая. Вот. Был следующим образом. После вот этого союзного там фестиваля в Саратове был какой-то концерт в парке Горького в Москве. И в этом концерте собрались вместе более или менее уже такие вот... Маститы. Ну не маститы, но появившиеся на небосклоне барды. Типа нас там с Митяевым. И мы с ним там познакомились. Он ко мне подошел, сказал, девушка, вот вы знаете, мне нравится, как вы поете. Я бы вам хотел предложить... Подкатывать начать. Да, хотел бы предложить вам свою песню спеть. Продолжение следует...